МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы с вами на телеканале «Импакт» в программе «Влияние». Меня зовут Александр Чернецкий. И со мною сегодня в студии также эксперты по Израилю. Это я хочу представить всех Роман Джулай. Шалом! Шалом, шалом! Также Александр Куманский. Шалом, Александр! Шалом, шалом всем телезрителям. Шалом вам, Александр. Спасибо, что вы нас пригласили. И также Юрий Аскеров. Также шалом. Каждому из вас говорю шалом. Будьте благословены. Шалом. Итак, у нас сегодня очередная передача, посвященная Израилю. Я думаю, те телезрители, которые регулярно смотрят наши передачи, вы знаете, о чем сегодня пойдет речь. И прежде чем мы начнем нашу передачу, я хотел бы озвучить тему. Тема, на которую мы сегодня будем говорить, конечно, она будет об Израиле. Но тема называется «Нужно ли молиться за Израиль и роль церкви?». Но перед тем, как мы начнем беседовать на эту тему, я хотел бы сказать, что из сидящих в студии четырех человек, двое недавно побывали в Израиле. Только двое. В Святой Земле. А двоим еще предстоит побывать. Вот. Спасибо. Хотя эта поездка была недавно, буквально с 11 ноября по 26 ноября мы с Романом и также в количестве 11 человек посетила Святую Землю, организовал президент телеканала «Импакт» Юрий Чернецкий. Роман, также мы находимся под впечатлением еще. Как ты скажешь? Я скажу, действительно, независимо от того, что уже прошло некоторое время, я все еще нахожусь под впечатлением увиденного. Это действительно просто даже Писание, оно своего рода как ожило для меня. Когда мы ходили по тем местам, по которым ходил наш Спаситель Иисус Христос, и также где происходили основные мировые события. А я хотел бы тебе задать вопрос. Мы посетили за 15 дней 20 мест. 20 мест, которых читали в Библии, начиная с детских лет, да? И мы впервые посетили горы, реки. Я хотел бы спросить у тебя, какое место святое, так сказать, больше всего тебя впечатлило? Ну, знаете, я не ожидал вопроса, но я готов ответить на этот вопрос. Интересно то, что мы были на горе блаженств. И раньше я как-то задумывался, как можно было, Иисусу стоя на этой горе блаженств, говорить так, чтобы люди слышали Его. И помнишь, Александр, я зашел на ту точку, где стоял Иисус Христос, и я оттуда говорил... И мы внизу очень хорошо слышали, без микрофона, без всякой акустики. Да, интересно. И прошло 2000 лет, а так хорошо слышно. Акустика также осталась той же. То есть на горе блаженств тебя больше всего впечатлило? Да, вот что первое мне вспоминается, также вспоминается как раз там недалеко Галилейское море. Вот, и мы поем селом Чудное озеро Генесарецкое с чистой кристальной водой. И действительно увидел вот эту чистую кристальную воду этого озера Генесарецкого. Да, это действительно впечатляющие моменты были. И особенно, когда мы делали передачу, именно прямо на лодке заплыли на середину и делали передачу. Вообще, путешествие на лодке по Генесарецкому озеру, по этим водам, где Христос ходил, это просто вообще было впечатляюще. Если бы ты меня спросил, то я, наверное, все 20 мест меня впечатлили. Однозначно. Все 20. И об этом, конечно, мы можем говорить долго, но сегодня у нас передача немножко другая. Не за поездку в Израиль, а за Израиль. Что сегодня происходит в Израиле? И почему мы должны молиться за Израиль? Хотя, конечно, если вы хотите посмотреть ваши поездки, они все есть на Ютьюбе. Вы можете набрать программу «Влияние». И там есть все ваши места, очень прекрасные. Вот, и это все можно посмотреть. Это те, которые людям, которые не видели ваших репортажей. Просто я говорю. Да. Итак, друзья, мы начинаем нашу программу сегодня. И как я уже сказал, тема «Нужно ли молиться об Израиле?» и «Какова роль церкви?» В этой теме звучит вопрос «Нужно ли молиться за Израиль?» Если бы я сказал «Нужно, потому что этого хочет Бог», это был бы правильный ответ? Да, это был бы очень правильный ответ, потому что это ответ Писания. Это ответ Писания и это ответ многих сердец, то есть человеческих, которые сегодня смотрят на Израиль. Почему? Вы знаете, люди молились. И мы знаем историю Израиля, каковой она была. Люди молились о том, чтобы Бог воссоздал это государство. И для многих людей 1947 и 1948 год это были годами откровения, исполнение Божьего Слова. Когда после 2000-летней истории государство, которое было в прахе, государство, которое просто как бы ожило. Почему я так говорю? Если мы посмотрим историю филистимляне, финикийцы, муавитяне, аммонитяне, эдомляне, египтяне, которые жили в Египте, их нет. Эти народы вымерли, их нет. Сегодня на этом месте живут совсем другие народы. Но народ, который самый большой подвергался гонениям, который самый большой хотели истребить. Вы знаете, я мог бы назвать сейчас даты. Назвать дату 1096 год, когда крестоносцы шли на Иерусалим. Они взяли Иерусалим, всех согнали, все на голову и сожгли. При этом пели песни, то есть псалмы Давида. То есть это было что-то странное, удивительное. Когда убивали детей под песни ихнего деда. Это в каком году было? 1096 год. В 1096, да. Третий поход крестоносцев. 15 век, в Европе была черная чума. И мы знаем, что евреи, которые придерживались и кашрута, то есть это чистой пищи, и придерживались чистоты тела, их меньше касалось это. Мы знаем, что европейцы практически не знали, что такое баня, и не знали, что такое мытье. И чума гуляла среди этих народов. И люди подумали, а кто виноват? Значит, тех, кого чума не берет. И в Европе 1 миллион евреев было уничтожено. Дальше мы смотрим. 1648 год. Богдан Хмельницкий объявляет восстание. И вы знаете, одной из идей этого восстания, он провозглашает, помилование еврея считается государственной изменой. Другими словами, 400 тысяч евреев было уничтожено, и 7 тысяч общин прекратили свое существование. Я не буду рассказывать... Это на Украине? Это на Украине, да. Это на Украине. Почему многие общины, которые были в Европе, они прокляли Украину. Они прокляли Украину, и они тогда сказали, они не давали разрешения, чтобы мальчиков женили на Украину, и девочек выдавали на Украину. Потому что те жестокости, ну, назову еще одну, это умальская резня во время Калиевщины. Мы знаем, что тогда в Умаль сбежалось около 30-32 тысяч евреев. И польский гарнизон пообещал евреям, и евреи пообещали польскому гарнизону, что они не выдадут друг друга, и они будут защищать друг друга до последнего. И получилось так, что Гонта, который перешел на сторону казаков Железняка, он уговорил руководителя Умальского гарнизона сдать гарнизон при условии, что они поляков не будут трогать. И тогда началась массовая резня. Беременных женщин рассекали животы, вытаскивали содержимое, туда зашивали кошку, собаку, отрубывали руки, детей подкидали на пике, жарили на огне и давали матерям попробовать. Говорят, смотри, это кошер. Мужчин загоняли в синагогу, расселали свитки торы и перерезали горло, как баранам. Историки говорят, что кровь доходила в синагоге по щиколотке, потому что пороги были высокие. Другими словами, это была реальность. Но у нас сегодня другая тема. У нас сегодня тема, почему мы должны молиться за Израиль. И вы знаете, благословенный, у меня есть два таких положения. Это духовный фактор и физический фактор. Я бы хотел начать немножко с физического фактора. Почему? Потому что он очень важен. Будучи на Украине, я был в служении ЕШЛ, это ивановиционная школа лидеров. И около 20-22 недель в году мы ездили по разным общинам, разных динаминаций. Это были методисты, это были баптисты, это были пейсятники, это были харизматы, это были мессианские евреи. И это были православные. Архиепископ Житомирский и Обружский Изяслав сделал этот семинар для своих священников в Житомире. И вы знаете, я имел честь быть там. И говорите, после этого у меня очень хорошее отношение с этим человеком, в котором я увидел истинно верующего человека, несмотря на его сан, на его положение. Хорошо, благословенные, мы вертаемся теперь к этому. И в многих церквях мне приходилось говорить именно об этой теме. И очень важно, очень важно то, что многие украинцы, многие украинцы имеют еврейские корни, как это ни странно. На Украине есть такая поговорка, по шкрибе каждого еврея, то есть украинца западного. Тут можно сказать и молдаванина, и белоруса, и найдешь там еврея. Благословенные, такие фамилии украинские, как Сагон, Каган, Сац, Кац. Можно приводить очень многие другие фамилии, ну Каганюк, и люди говорят, что это украинские фамилии. Ребята, извините, это чисто еврейские фамилии. И такое понятие, как корень Коган или Коэн, это прямое потомство от Аарона. Потому что по-еврейски священник это Коэн. Дальше, аббревиатура Сац-Кац, то есть Коэн Аарон Садик. Благословенные, в переводе на русский язык означает Аарон праведный священник. Другими словами, это одно. Вы знаете, благословенные, очень много людей сегодня на Украине, когда они читают Писание, они начинают сердце тянуться к иудаизму. Благословенные, ну к такому понятию, как мессианский иудаизм. Почему? Потому что сегодня есть у нас Библии, и мы их читаем. И вы знаете, благословенные, одно понятие, которое написано в Библии, которое неправильно протолковано сегодня. То есть конец закона Христос. Благословенные, если сегодня Богослов берет Библию, как он смотрит на это место? А, хорошо. Слово телос, греческое, оно означает конец. Но по контексту Писания оно не подходит. Почему оно не подходит? Потому что это написал Павел, но в других местах Павел говорит, что мы закон утверждаем. Хорошо? Тогда мы смотрим на второе значение этого слова. А второе значение этого слова, оно говорит цель закона. Цель закона Христос, к праведности всякого верующего. Почему? Потому что только именно закон показывает, для чего нужно было Христу прийти на эту землю. Благословенные, это интересно. Мы все грешники, и мы все это прекрасно понимаем. И для каждого из нас была уготовлена участь. То есть жаркое место, где даже земное на земле, очень и очень жарко. И вы знаете, благословенные, это место неприятное. И мы называем его ад или преисподнее. Но Писание показало нам, что мы своими добрыми делами и заслугами, мы не можем оправдаться пред Богом. Как бы мы не хотели. Почему? Потому что наказание за грех, за один грех, смерть. А дальше Писание говорит, именно Иисус сделал то, что мы получили праведность не по делам и не по заслугам. И людей сегодня начинает интересовать закон как средство для жизни. Когда я преподавал в семинариях на Украине, я давал моим студентам одно понятие. То есть понятие того, почему в иудаизме женщина, она в 20 раз здоровее по женскому, чем христианки и мусульманки вместе взятых. Люди говорили, слушай, почему нам об этом никто не говорит? И вы знаете, благословенные, людей сегодня начинает тянуть, то есть именно к толкованию Писания, именно к библейским корням, именно к библейскому фундаменту. И мы знаем благословенные, вот я уже сказал, многие еврейские фамилии, это сегодня. И недавно мне пришлось говорить с одним благословенным братом. Он пастор церкви, фамилия Кучер. Я говорю, дорогой, уважаемый, благословенный, у тебя не украинская фамилия? Я говорю, да неужели? Ну, вы знаете, благословенные, зная еврейские фамилии, так как немножко был руководителем еврейской общины, я взял интернет, я посмотрел в интернете, и там четко и ясно написано, с 1794 года эта еврейская фамилия появилась на Украине. И поэтому, благословенные, мы имеем реальные факты. Хорошо, благословенные, следующее, почему мы должны молиться за Израиль? Потому что евреи, подобно нам верующим, очень часто были гонимы и ненавидимы своими соседями. И вы знаете, благословенные, тут надо сказать, проблема церковного антисемитизма. Благословенные, то, что есть, то есть. Оно было, оно есть, и оно сегодня мы видим в многих странах, в многих церквях, оно есть. Вы хотите вопросы? Да, я хотел бы тебе дополнить, это не только в церквях, это даже сейчас в Западной Европе, цивилизованной Европе, сейчас проходит, не забудь свою мысль, пожалуйста, Норик, ты продолжи ее. Значит, сегодня мы приходим к тому, что из Франции эмигрируют евреи массово, вот они покупают недвижимость в Израиле, и сегодня просто все еврейские учреждения, они под охраной, все равно они не могут достаточно охранять их, все равно есть угроза жизни для детей, для женщин, для молящихся, вот так же само и антисемитизм в Великобритании, сейчас, вот буквально прошел митинг недавно, самих англичан, коренных англичан, чтобы избавиться от еврейской национальности, и мы знаем события на Украине, выросла эмиграция там в 190 раз, то есть 190 процентов, и мы не только имеем в церквях, но мы имеем даже в мире сегодня антисемитизм, который действительно давит Израиля, пожалуйста. Александр, это как раз бывает место описания о том, что сейчас начался времена охотников, если были раньше времена рыболов, то сейчас времена охотников. Да, я сейчас их просто изгоняю. Еще, Александр, по поводу Франции, насколько известно, французское правительство хочет задержать евреев, что ты знаешь? Да, потому что огромные деньги сосредоточены в руках 200 тысяч евреев, они живут там очень много, очень долго, они обросли, это основном бизнесмены, это основном люди, которые тянут экономику, да, это капитал, и терять им никто их не хочет, никто не хочет терять такой капитал и такой потенциал для Франции, поэтому Франция всячески удерживает евреев у себя, она просто готова на все поставить войска возле каждой синагоги, лишь бы евреи не покинули, но евреи покидают буквально в прошлом году, около 8 тысяч евреев состоятельных приехали в Израиль, в этом году ожидается в два раза больше. Хорошо, благословенный, вы знаете, тема важная и тема очень хорошая, и благословенный упомянул за Великобританию, когда в 1995 году в Нововолынске мы проводили второй еврейский вечер, и когда я увидел в зале одну женщину, я испугался, это была женщина, одна из помощников руководителя РУХА, то есть националистической организации, ну, вы знаете, женщина благословенная, как я потом разговаривался с ней, но суть в том, что когда я ее увидел, я сказал, Господи, дай мне где-то исчезнуть отсюда, потому что я знал ее как политического бультерьера, то есть когда она кого-то хватала, она уже его не опускала, и вы знаете, впоследствии она стала депутатом, и она очень много сделала для нашего города. И вот я, когда проводил этот вечер, я думал убежать после еврейского вечера, но она меня словила, завела к себе в кабинет, и мы с ней начали говорить. И тогда я ей сказал одну фразу, вот она меня спросила, Юра, ну, почему вот в Англии, в других странах нет антисемитизма? И я ей просто сказал, я ответил словами Маргарет Тэтчер, то есть железной леди, которая тогда была премьер-министром, она сказала, антисемитизм есть только в той стране, которая считает себя дурнее евреев. Извините, пожалуйста, друзья, за это слово, но факт есть фактом. И когда мы смотрим историю антисемитизма, он расходится у нас на три части. То есть в трех позициях он нашел, это политический, это религиозный и это экономический антисемитизм. Вот благословенный немножко, Алекс сказал, что политический антисемитизм. Что-то произошло, что-то произошло, и люди, люди, которые начали видеть, что руководство во многих случаях в руках евреев, и решением проблемы это было и знать евреев. Вы знаете, люди пошли. Дальше, есть религиозный антисемитизм. То есть сегодня много проповедников с кафедры, они говорят, что евреи распяли Христа. Благословенные. Оденьте, пожалуйста, очки и посмотрите, кто его распинал. Евреи предали. Извините, и то не все. Была маленькая горстка людей. Но самый главный, кто стоял во главе этого, это был сам Господь Бог, который послал своего сына именно для этого. Но распинали-то его, оказывается, римляне. Ну благословенные, пожалуйста, есть Рим, есть Римская империя, пожалуйста, покричите. Пожалуйста, проявите антиримскую какую-то компанию. Еврейский религиозный мир распинал руками римлян. Ну да, благословенные. А руководил как бы Бог. Ну да. Ну благословенные. Распинали наши грехи. Ну да. Я согласен. Углубиться, да. Я согласен. Но дальше мы идем в вопрос, а кто распинал церковь? Те же самые римляне. Ну почему сегодня против Рима мы молчим? А против маленькой горстки людей, если даже Япония, в которой всего 0,5% евреев, и так кричит за антисемитизм? Хорошо, благословенные, мы смотрим за антисемитизм, и мы смотрим. И смотрите, благословенные, проблема антисемитизма заключалась еще в чем? Вот часто меня люди спрашивают, я просто сейчас два вопроса попытаюсь связать. Люди говорят, ну вот православные, вот иконы, и долопоклонники, и т.д. т.п. Ну и все. Я говорю, ребята, вы знаете, почему они их нарисовали? И вы знаете, люди говорят, ну не знаем, но... И ответ очень простой. Если евреи, еврейские мальчики и девочки на 95-99% умели читать и писать, им не надо было что-то рисовать, они это читали в Торе. А если среди христиан на то время где-то 6-7% мальчиков и девочек умели только читать и писать, а остальные были безграмотные, ну то для них, пожалуйста, и что-то рисовали, и говорите, ну хоть посмотрите, хоть представьте, что это такое. И вот мы видим, благословенные, подобно нам верующим, евреи очень часто испытывали гонение. И вы знаете, благословенные, здесь мы в чем-то с ними как, ну, соприкасаемся. Я покаялся в 84-м году, и вы, наверное, были свидетелем этого. Я еще немножечко застал эти вещи, но когда я приезжал в другие места, я эти вещи видел. Благословенные, то же самое было с евреями. Дальше, друзья, я хотел бы еще поднять очень интересную тему. Потому что многие верующие понимали свой духовный долг. Вы знаете, благословенные, долги обычно отдаются. И вы знаете, если Писание говорило, ну, может, мы коснемся этих вопросов, за то, что мы должники перед евреями. И вы знаете, благословенные, я хотел бы обратить внимание на последнюю войну, вторую, то есть мировую войну. И вы знаете, благословенные, меня заинтересовал однажды один случай. Я в своей радиопрограмме говорил за этот случай. Однажды одна девочка с Австралии, она прочитала христианка, прочитала книгу о Холокосте, она прочитала о том, как евреев истребляли безжалостно в Германии, в концлагерях, все. И девочка, которой было 12-14 лет, она сидела и плакала. Она сидела и плакала, и потом она взяла бумагу и написала письмо главному раввину Австралии. И она сказала, Ребе, я христианка. Но когда я прочитала о Холокосте, мое сердце обливается кровью, я плачу, я не знаю, помогите мне. Ну, типа так было написано это письмо, и она отправила ему. Равин не знал, что делать, в такие случаи ему не попадали. И он отсылает письмо сюда, в Америку, руководителю хасидского движения Шнейрсону. Шнейрсон прочитал письмо и кратко пишет, скажи это еврейке. Но раввин Австралии говорит, Ребе, она не еврейка, она христианка. Тот снова ей присылает письмо, скажи это еврейке. И тогда этот раввин, главный раввин Австралии, он просит аудиенции у мамы. Он приходит, когда дома никого не было, кроме его и мамы. И он задает ей вопрос прямо в лоб. Скажите, кто у вас евреи в семье? Она говорит, у нас никого нету, у нас все христиане. Тогда он показывает письмо их дочери. И второй раз он повторяет этот вопрос. И мама расплакалась. Мама расплакалась и мама рассказала историю. Говорит, когда она была в концлагере, и жизнь чуть-чуть не оборвалась. После войны она изменила свою фамилию, она изменила национальность, она изменила свою религию, она уехала в Австралию. Она вышла замуж за христианина. Но, говорит, кажется, все забыто. Но это все проснулось в дочери. И вы знаете, благословенные, я сегодня хотел бы говорить за одну определенную группу людей, которая знала свой долг. Эти люди, их называют праведниками мира. Это люди, которые в войну спасли хотя бы одного еврея, ценой, как говорится, своей жизни. И вы знаете, я смотрел статистику. На Украине. Украина занимает четвертое место в мире по праведникам мира. Три с половиной тысячи праведников мира. И четыре с половиной тысячи праведников Бабиного Яра. То есть люди, которые ценой своей жизни спасали обреченных. И вы знаете, там были и православные священники, и одному из них, я забыл его фамилию, и даже Израиль сделал, ну, памятные плиты с его именем, все. Благословенные, это было очень важно. Интересно то, что как раз мы с Александром были, посещали этот музей Хлакоста. Яз Вашем, это вообще не передать. Только нас забрали оттуда. Там надо ходить целый день. Целый день, да. Мы только три часа там прошли. Я еще хочу сказать, добавить немножко, Юрик, не забудь свою мысль, что сегодня Иран делает, во-первых, он не признавал Холокост, как за факт свершившийся, но сегодня, на данный момент, он делает конкурс на карикатуру Холокоста. То есть, кто лучше высмеет евреев, как их убивали. До такого кощунства сегодня дошло общество в Иране. Настолько ненависть сегодня к Израилю. Вот мы будем касаться этой темы. Но просто я хочу вам сказать, дорогие, что мы живем в мире, где просто ненависть к евреям, к еврейскому народу. Пожалуйста, Юрий. И вы знаете, очень-очень важный факт того, что много украинцев. Много украинцев. Но я говорю об украинцах, потому что я жил на Украине. В моей общине была семья дичуков. Это были христиане-пятидесятники. Но это были праведники мира. Которые войну спасли людей. Вы знаете, я знал еще одного человека. Сережа Мазурок. Он уже пожилой человек. Я говорю, брат, ну я ж в этой общине. Давайте я дам документы. Все. Они спасли этих, то есть спасали евреев. И он сказал, что пришли к ним полицаи, как их называют, бандеровцы. И предупредили. Ребята, что-то делайте. Потому что завтрак вам нагрянет облава. Кто-то сказал, что у вас евреи. И они успели за ночь вывезти, два раза сделать поездку на Павловку и вывезти евреев туда или куда-то в другую сторону. Вы знаете, благословенные, история очень интересная. И с какой стороны мы на нее смотрим, так она будет нам говорить. Люди понимали свой долг. Люди понимали, что евреи это тоже дети Божьи. Это те, от которых все пошло. Это те, от которых пришли апостолы. Это те, которых Бог избрал. И это те, которым мы сегодня привиты духовно. Вы знаете, благословенные, это очень важно. Потому что понятие синагога и экклессия, то есть это два одинаковых понятия. Только это в еврейском, а это в греческом. Другими словами, оно обоих говорит за общество спасенных людей. И как Павел говорит, что мы, люди, привиты к древу Израиля. Извините, благословенные, не ветка кормит ствол и корни. А корни, говорится, своими соками живят ветку и так дальше. Юрий, прежде чем ты дальше пойдешь, я хотел бы по праведникам мира задать такой вопрос. Люди называют их праведниками, праведник мира, потому что они спасали евреев во время Холокоста. Но как ты считаешь, и как вы, братья, считаете, если человек, будучи неверующим, не принял Иисуса Христа, но спасал евреев, и ни одного. Понятное дело, что Господь оценивает эти дела, которые они совершили ради еврейских детей или народа. Но как вопрос спасения здесь? Если человек не принял Христа. Я скажу очень кратко, я хочу привести пример сотника, который был абсолютным язычником, но он очень много делал для Израиля. И мы видим так, что Господь послал ангела своего для того, чтобы засвидетельствовать ему о спасении, о правильном пути. Я думаю, те люди, которые сделали во имя Господа, обязательно Господь найдет пути, чтобы постучаться к ним и привести их во спасение. Вы знаете, если, например, у меня кто-то спас моего ребенка, для меня этот человек становится близким, родным. Почему? Потому что он сделал добро мне. И я думаю, что в Писании мы можем найти такие случаи, которые будут говорить об этом. Но я хотел, если можно, возвратиться к этой теме. Смотрите, праведник мира номер один в мире, знаете кто? Испанский фашист номер один Йозеф Франко. Да. Испанский фашист номер один Йозеф Франко. И он в этом числе, в этом списке. Он номер один. Номер один. Номер один. Человек, который войну спас 55 тысяч евреев. 55 тысяч евреев. Хорошо, второй фашист. Мы даже фильм за него смотрели. Список Шиндлера. Извините, человек, который в любви к евреям был далеко. Но когда, извините, на еврейские деньги, на все он построил бизнес, и потом, когда он был в отношениях с этими людьми, он подшел этот бизнес в сторону. Он все деньги отдал для того, чтобы спасти жизни этих детей. Интересно, и как фильм почти при конце, он говорит, я бы еще хотя бы одного мог бы спасти. Я сейчас хотел бы немножко поговорить о определенных личностях. Если у меня время есть. Да, да, конечно есть. Митрополит Шептицкий. Человек, довольно неординарная личность. Вы знаете, с историей этого человека во Львове связано многое. И самое главное, это спасение еврейских детей. Ну, данные от 100 до 1000 детей были спасены им. И однажды он своему шоферу сказал, ты должен развести детей по монастырям. И он сказал, куда? Этот шофер пришел домой. И он сказал, мама, вот владыка требует, чтобы я сделал то и то. Мать сказала, сынок, это еврейские дети. Тебя расстреляют за них, если тебя найдут. И тогда он пришел, этот водитель Шептицкий, ему сказал, отче, я не могу. Это еврейские дети. И тогда Шептицкий сказал, если ты этого не сделаешь, я прокляну твою родность и моего колена. Благословенный эти слова говорил человек, который заведует проблемой Холокоста на Украине. То есть, я не помню его имя, Левитас. Этот человек говорил эту фразу. И вы знаете, благословенные, он спас семью главного раввина. И говорят, что около 100 раввинов Львова были спасены по его приказу. Дальше благословенные, Львовская область, одно из сел, где все село прятало одну девочку-еврейку, одну. Извините, и не нашлось ни одного человека, который пошел бы и заявил бы, хоть за это давали огромные деньги на то время, за это можно было прожить. Но люди понимали. Сегодня я прочитал за одно село, где-то в Хмельницкой области, которое прятало, то есть, все село тоже прятало. И вы знаете, Израиль обратился тогда к президенту Януковичу, чтобы этому селу присвоить звание праведники мира. Но документы ушли назад. Хорошо, благословенные, мы можем говорить дальше. Мы можем приводить очень много примеров людей, которые войну рисковали своей собственной жизнью для спасения евреев. И вы знаете, благословенные, снова же, я повторюсь, Украина занимает четвертое место. Но этот же человек сказал, что многие люди, которые спасали евреев, они не хотят афишировать этого. Они не хотят. Почему не хотят? Потому что они это делали не ради награды, не ради чего-то. И вот один человек, я сказал, в нашем городе, Сергей Мазурок, то есть, их семья это делала, они спасли семью, и пусть Бог благословит их. Вы знаете, друзья, об этой проблеме можно было говорить очень много. Почему? Потому что беда как-то объединяла людей. Возможно, где-то были какие-то религиозные неполадки. Ну, потому что православие имело очень сильный антисемитизм. Но оказывается, некоторые православные священники, они даже отказывались молиться, делать литургию за Гитлера, но они спасали евреев ценой собственной жизни. Они брали их в монастыри, то есть, они брали их в церкви, они брали их там, где их можно было спасти. И это, друзья, было огромное. Но давайте мы вернемся в наше время. Наше время это тоже интересно. Почему? Потому что Израиль сегодня испытывает проблемы. И вы знаете, та передача, которая у нас была за храмовую вору, я объяснял почему. Потому что дом мира, и вот на территории дома мира появляется страна из дома войны. Если бы евреи были бы мусульманами, никакой бы войны не было. Было бы все нормально, все тихо, спокойно. Потому что это были бы свои. Но здесь другая идеология, которая пришла на это место. И именно из-за этого идет война. Почему я так говорю? Потому что в 1948 году, когда началась первая война, Иордания захватила. Иордания, я еще раз повторяю, это данные, которые евреи говорили про иорданской делегации. Иордания захватила Палестину. То есть она аннексировала эту территорию. И палестинцы ничего не сказали. Это правда. И вы знаете, благословенные, получилось так, что очень много людей погибло. Но за это молчок. Почему? Потому что это мусульманский мир. Это мусульманский мир, где люди имеют все единое. И были бы евреи и мусульманами, проблем бы не было. И вот сегодня, благословенные, очень сильное движение есть среди христиан. То есть движение христиан-сионистов. То есть христиане, которые молятся, христиане, которые ратуют за возвращение евреев на Сион. То есть понятие сионизм, это возвращение евреев на Сион. То есть в землю обетованную. И сегодня, благословенные, это движение есть. Сегодня много этих людей приезжает в Израиль на праздник кущей. Их радостно встречают. Вместе с ними молятся. И вы знаете, благословенные, это хорошо. Теперь бы я хотел немножко, друзья, вернуться уже не к физической теме. Ну, если, может, вопросы есть по физической теме. Немножко за духовное поговорить. И вы знаете, благословенные, это очень интересно. У евреев есть очень интересный праздник. Праздник кущей. Очень много ритуалов делается на этот праздник. И вы знаете, вот Иисус в этот праздник стоял и сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Потому что последний день это была молитва о дожде. Люди в 4 утра брали кувшины и шли к потоку Геон, набирали кувшины с водой, приносили священникам. И священники, в славу Господню, выливали эту воду около жертвенника. И от жертвенника и шла река. И от жертвенника был поток живой воды. И Иисус сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Но благословенные, была еще одна молитва. Она очень интересная и важная. Евреи молились за 70 народов. Другими словами, по еврейской религии, вначале было 70 народов. А мы знаем, что каждый год появляется диалект. А через каждые там 100 лет появляется народ. И от благословенных мы видим, что 70 народов, они расширились по всей земле. И еврейская молитва была за благосостояние этих народов. Друзья, если в прежние времена они молились за это, благословенные, не пора ли нам понемножку отдавать свои долги? Мы сегодня приняли на себя все обеты, благословения, которые даны в Библии. И мы знаем, благословенные, что это мессианская надежда, которую Бог сказал Аврааму. Это где-то полторы тысячи лет до новой эры, ну где-то три с половиной тысячи лет до нас. И вы знаете, благословенные, благодаря этой мессианской надежде, сегодня многие люди, они находятся, как говорится, в завете с Богом. Они сегодня пришли, я не говорю, что они пришли, Бог чудно сделал в их жизни. То есть Бог открыл их глаза, Бог снял пелену с их души, Бог показал красоту его, Бог показал выход из того положения, в котором есть люди. И мы сегодня, благословенные, пришли, и мы сегодня говорим, Господи, слава Тебе. И вы знаете, благословенные, слава Тебе, это одно. И то, что мы благодарим Всевышнего, это хорошо. Но наша благодарность, это и молитва за тех, кто сегодня является детьми Авраама, то есть детьми Божьими. Благословенные, это за Израиль. Пожалуйста, друзья, мы любим, мы люди честные, мы любим отдавать долги. Давайте благословенные отдавать. Давайте молиться. Когда-то они молились за нас. Когда-то, благословенные, они отдавали все для того, чтобы мы сегодня имели познание о Боге. Благословенные, также 12 апостолов, которые пошли, там среди них не было ни одного язычника, были евреи. И вы знаете, если официальный иудаизм запрещал иметь дело с язычниками, христианский, мессианский иудаизм наоборот говорит, идите и научите все народы. И вы знаете, благословенные, аллилуйя, среди этих народов украинцы, среди этих народов русские, среди этих народов белорусы, молдаване, армяне, азербайджанцы, другие нации, среди этих народов. Да, то есть человечество в долгу перед евреями. Аминь. Поэтому они должны молиться, потому что евреи дали мессию. Да, благословенные, это очень важно. Ну, вы знаете, у меня друг, за которого я рассказывал, а может, я за Федора не рассказывал здесь, да? Нет. Вы знаете, был у меня, есть он хороший друг, был ярый антисемит, ярый. Вы знаете, когда мы с ним ездили по семинарам, он спрашивал меня там еврейскую традицию, культуру, все, толкование, писание. Он был пастырь, пастырь баптистской деноминации и большая благодать. Но однажды он мне сказал за Ходоса. Ходос это еврей, антисемит. То есть еврей, который выступает против евреев. И выступает довольно люто, выступает довольно нехорошо. И вы знаете, я тогда этому человеку сказал неприятную фразу. Я сказал о том, чтобы этот человек не говорил так о евреях, потому что случайно он может оказаться им. И вы знаете, у нас был случай. Мы поехали в дом престарелых, там где был его отец. Отец не хотел с ними жить, он был неверующий. Ну, извините, еще мужчина как в рассвете, все, хотелось жизни увидеть. И он не захотел жить с верующими. И когда мы приехали туда, мы свидетельствовали о Христе в этом доме престарелых. И он покаялся, он молился молитвой и исповедания. И на другой день, вернее в этот день, Федя, мой друг говорит, Юра, насчет того, что ты говорил, правда. Я говорю, а что такое? Ну, насчет еврейства. И он мне рассказал о том, что его отец сказал ему, что его мама, а мама умерла очень быстро, то есть рано, мама еврейка. И когда потом они в синагоге проверили данные, мама, это прямое потомство Аарона, то есть священническая линия в иудаизме. И вы знаете, благословенный, после этого его мышление стало меняться. Сегодня он раввин Ужародской мессианской общины, благословенный человек. И вы знаете, это прекрасно и это хорошо. Но самое главное, самое главное сегодня, сегодня этот человек говорит людям о Боге, о милости Божьей. И он говорит о любви к Израилю, говорит о любви к евреям. И вы знаете, это очень важная тема, за которую мы должны говорить. Слава Богу. Юрий, я немножко перебью тебя на секундочку. Я хотел бы немножко рассказать за прошлую передачу. В прошлой передаче вы помните, молились за храмовую гору, и ты немножко затронул это. Я хотел бы сегодня, дорогие, ободрить вас, что ваши молитвы не напрасны. Я благодарю вам от нашей передачи, от ведущего, от Юрика, за то, что вы молились за храмовую гору. И как Господь ответил нам через средства массовой информации, я хочу, чтобы Рома озвучил вам, пожалуйста. Очень интересно, Александр, если ты помнишь, когда мы были на Ильонской горе, то я как раз говорил и призвал всех, кто смотрит телеканал «Импакт», чтобы молились о храмовой горе. Потому что, чтобы храмовая гора принадлежала истинным владельцам этой храмовой горы. И я прямо стоял с Ильонской горы и, указывая на храмовую гору, призывал всех молиться. Тебе тогда мысль пришла внезапно, я помню. Ты не планировал даже. Какое-то побуждение у тебя было. Это действительно было побуждение, но это было своего рода одной из целей, чтобы туда поехать и призвать, чтобы сделать ноябрь и декабрь месяцами молитвы о храмовой горе. Специально направленная молитва о храмовой горе. И интересно то, что буквально месяц назад у меня есть это документировано о том, что иорданские средства массовой информации сообщили о сенсационной новости. Как раз после того, как мы молились в течение месяца о храмовой горе. А ну-ка. О том, что местный мусульманский проповедник признал за евреями полное право молиться на храмовой горе и даже построить там свой молитвенный дом. И ты помнишь, Александр, когда мы ходили по древнему Иерусалиму, мы подошли к контрольно-пропускному пункту. И мы видели эту мечеть. Буквально вот она была перед нами. Помнишь? Это вторая мечеть. Не мечеть Амара. На храмовой горе мечеть Амара. Алякса. Алякса. А это вторая. Да. И мы видели, и мы хотели пройти, но те, кто охраняли, они говорят, ну мы, в принципе, не можем отвечать за вас, если вы пойдете на ту территорию. И интересно то, что как раз таки местный мусульманский проповедник признал за евреями полное право молиться на храмовой горе и даже построить там свой молитвенный дом. И эти слова прозвучали вопреки тому, что Иерусалимский Исламский Совет, под чьей властью находится храмовая гора, однозначно запрещает евреям, как, впрочем, и всем остальным немусульманам, как мы с тобой, молиться. Они запрещают молиться на этом священном месте, ссылаясь на мирный, израильско-ирданский мирный договор. И в предоставленной сотрудниками научно-исследовательской института средств массовой информации Ближнего Востока, введя записи, Мулла Салафит, его имя Шейх Ясин Аль-Жулуни, говорит о своем желании решить проблему, спрашивая, есть ли у израильтян, в более широком смысле у евреев, право молиться на храмовой горе. И он говорит, что я много думал об этом, потому что знаю, что это самый важный вопрос. Этот мусульманский учитель говорит, что я знаю, что это самый важный вопрос нашего времени. И тот, кто говорит об этом, вероятно, столкнется с серьезной критикой и будет обвинен в создании распри. Тем не менее, он продолжает отважно отмечать, что до завоевания Иерусалима исландским халифом Амаром Ибн Аль-Хаттабом... В 15 веке. Да. Храмовая гора уже много лет была местом молитвы евреев. И еврейская историческая тоже традиция, подтвержденная записями таких великих ученых и мыслителей, как Рамбам и Радак, однозначно, однозначно свидетельствует, что евреи испокон молились на храмовой горе. Слава Богу. Даже после разрушения второго храма римлянами в 70-м году нашей эры. Да. То есть там есть площадь, можно построить молитвы. Я просто, дорогие, хочу вас ободрить и вам хочу просто сказать, что ваши молитвы не напрасны. Что-то делается в духовном мире, что-то происходит, когда тысячи и тысячи людей молятся за какую-то проблему, за какую-то проблему, которая в Израиле, и эта проблема решается. Мы видим на наших глазах, я хочу вас ободрить. Эта программа, она предназначена для того, чтобы вы стали этими молитвенниками, стали этими ходателями за народ Божий. Юрий, пожалуйста, тебе две минуты. Хорошо. И последнее, о чем я хочу сказать, друзья, это очень важно. Потому что по отношению к евреям Бог будет судить наши земли. И я просто кратко зачитаю некоторые места. Проблемы стран, которые официально объявили антисемитизм и знали евреев со своей земли. История Великобритании, 13 век. Когда они знали евреев, экономика Великобритании пошла вниз. Дальше была сцена Испании. В 1492 год, когда Колумб отплывал открывать Америку, Испания и знала евреев. То есть Фердинанд и Изабелла подписали указ. И когда евреи хотели как-то хоть финансово откупиться, пришел инквизитор и сказал, королю, король, Иуда продал Христа за 30 серебряников. За сколько ты продашь его? Интересно, что Испания в то время, она была в течение 1200 лет убежищем для евреев. И благодаря этому Испания поднялась. И она была очень сильным государством и благословенным. Но после этого, несколько лет был взлет и падение Испании, и поражение, как говорится, и на море от англичан, и многое другое. Благословенные, это можно сказать за нашу страну. Извините, благословенные, Украина. 33-30-е годы прошлого века, 1933-35-е годы, это был голод на Украине. Сильнейший, страшный голод. Но благословенные, это ученые присовокупили, исполнилось 150 лет от резни, которую сделал железняк в Умане. И поэтому благословенные мы видим, как мы хотим признавать это или не признавать благословенные, но это есть реальность. И поэтому благословенные, когда-то, когда я вел еврейскую общину в городе Нововолынске, меня встретили мои друзья верующие, загородили в угол и сказали, что ты делаешь? Я говорю, как? Ну я же делаю то, что надо. Они говорят, слушай, пойми, если ты сегодня молишься за евреев, Бог даст им спасение, а наши родственники останутся. И вы знаете, это было ошибочное мнение. Почему? Есть одно очень хорошее место в Писании. Когда Иисус отправил учеников проповедовать, куда пошел Иисус? Может, он пошел отдыхать? Может, он где-то кока-колу пошел пить? Благословенные, он пошел в города их. Другими словами, они делали его работу, а он делал ихнюю работу в их домах. Так что благословенные, если мы сегодня молимся за Израиль, Бог будет спасать наших близких, наших родственников, наших друзей. И поэтому, друзья, мы видим, что мы обязаны. Это наша обязанность. И мы с вами трогали и духовный фактор, и телесный фактор физический. Спасибо, Юрий. Это тема неисчерпаемая. Я думаю, те телезрители, которые считают себя истинными христианами, которые приняли Иисуса Христа как своего спасителя, они никогда себе не позволят сказать что-то на евреев. Да. Так или нет? Конечно. Братья, наше время быстро бежит. Александр, что сейчас происходит в Израиле? Какие последние новости? Значит, немножко, очень кратко, потому что время ограничено, мы еще будем молиться, приготовьтесь с нами. Все, кто видит нас через телевизор, мы будем молиться. Значит, что там происходит, вкратце, значит, на политическом поприще. Что там происходит, сейчас Израиль ожидает выборы. Что это за выборы будут? И почему они вообще должны быть в Израиле? Значит, вкратце скажу так, что Америка, влияя на Израиль, хочет разбить правительство Натаньягу. Натаньягу не выгоднее для Америки, особенно для Обамы. Вот. И сегодня там есть политический кризис. И 20 марта месяца будут выборы. И нам нужно молиться, чтобы все-таки пришло правительство, которое исполнит Божие обетования. Почему? Потому что та партия, которая идет против теперешнего глава государства, она просто-напросто хочет отдать Иерусалим, хочет отдать Иудею и Самарию. Эти земли принадлежат Израилю. И это просто будет убийственно для Израиля. Мы знаем, что Израиль однажды отдал газу, и что из этого получилось. Так что, дорогие, молитесь за то, что когда будут выборы, что все-таки Господь повлиял, чтобы пришли те люди, которые предназначены Богом, чтобы выиграли те люди, которых Бог предназначен стать во главе этого государства. Также мы должны молиться за храмовую гору. Дорогие, меня спрашивали, а где же место в Священном Писании, где нужно молиться о храмовой горе? Я вам говорю, это читаю 62 главу от Исаии, не молкну ради Сиона, первый стих, и ради Иерусалима не успокоюсь. Еще раз, не молкну ради Сиона. Понимаете, это воззвание к нам, к нашим верующим людям последнего времени, чтобы мы молились за то, чтобы эта гора перешла к истинным владельцам. Ну и также и на военном противостоянии сегодня между Израилем и Ираном происходят очень большие изменения. Иран строит вокруг Израиля свой форпост, то есть он использует Сирию и Холландские высоты, чтобы там поставить ракеты, и также используя Ливан и Хазу, Хамас, чтобы Израиля окружить с трех сторон. Так как он раньше хотел, раньше дьявол хотел окружить Израиля, а также сейчас. И Израиль просто противостоит на три фронта. Первый это против Хамаса, против Газы, там где недавно была война с палестинцами. Второй фронт это Хизбалла, которая начинена Ираном, и приблизительно за два года она увеличила свой ракетный арсенал из 10 тысяч до 100 тысяч ракет. Вдумайтесь в эти слова. И также они создают плацдарм на голландских высотах. И чтобы со всех сторон, трех сторон атаковать Израиль. Потому что цель Ирана завладеть ядерным оружием и уничтожить Израиль. Это было заявлено буквально каждый месяц, каждую неделю. Кто-то делает такое задавление, что Израиль должен быть уничтожен. Что происходит сейчас на переговорах между Ираном и Шестеркой? Сегодня Шестерка близка к заключению договора с Ираном. Ему хотят оставить 19 тысяч центрофуг, которые будут обогащать уран. Ему также оставляют право в заводе Форда, где обогащается уран. И также нет никаких ограничений в стратегических ракетных технологиях, на которых настаивал Израиль. И сегодня это близко, это соглашение, которое неприемлемо для Израиля. Потому что когда Иран оставит у себя такую возможность, он обязательно завладеет ядерным оружием. И это действительно будет применено против Израиля. Поэтому что-то будет, дорогие. Вот приближается тот момент сейчас, когда Амалик восстает против Израиля. И практически тогда, когда Израиль вышел из Египта, и Амалик восстал против Израиля, так же самое и сегодня дьявол восстает против еврейского государства, желая его уничтожить. И вы, Александр, хочется сказать о том, что у нас буквально уже 4 минуты осталось. И, Александр, помнишь, когда мы были на голландских высотах? О, это такое зрелище, незабываемое. И действительно, там Организация Дневных Наций постоянно наблюдает, что происходит. И когда мы там стояли, помнишь, там взрывы были слышны на сирийской территории? Дамаск виден оттуда. Я впервые слышал артиллерийскую канаду в своей жизни на голландских высотах. Да, и пулеметная очередь прямо слышно было. Я подходил к наблюдателям ООН, хотел в них посмотреть, в эти бинокли не разрешили. По-английски в них спросили. То есть наблюдение там идет постоянно, Организация Дневных Наций, потому что они ожидают, что может быть какая-то диверсия быть с той стороны. Это не только диверсия, буквально недавно... Недавно там были события. Да, там Израиль ударил по этим местам, потому что там уже собирается ячейка целая и разветвленная сеть, где должны ставиться ракетные установки. Я думаю, что мы приходим в молитве, пожалуйста, призовите, нужды какие нужно молиться, и мы все помолимся, пожалуйста. Значит, братья и уважаемые телезрители, я также еще хотел напомнить такой момент. Мы сегодня о нем не сказали, но Красная Луна в апреле месяце будет третья, да? Да, да, да. Уже третья. Это тоже событие, о чем-то нам говорит. То есть две Луны мы уже видели красные, третья приближается. И заканчивая нашу передачу, насколько я, Юрий, благодарю тебя, что ты осветил, почему мы должны молиться за Израиль. Действительно, мы должны молиться за Израиль. И мы видим результат, как Роман сегодня сказал, месяц назад, а в 2012 году, когда вы организовывали молитву в Сакраменто, в церкви, это уже прошло сколько? Три года. Три года, и мы видели результат налицо. Результаты были. Это благодаря вашим молитвам, благодаря мы имели эту победу. И еще одно скажу. Последнее наше собрание, это был Баркет Детисчерч, когда Сирии должны были поставить, Россия должна была поставить С-300, это такой совершенный ракетный комплекс. И мы молились буквально во время нашего молитвы. Пришло сообщение на СМС. Я увидел и озвучил, что Россия отказалась от поставок. Это прямой ответ Господа на наши молитвы. Слава Богу. И мы сейчас будем молиться. Я подытожу то, что было сказано, как уже Юрий Аскеров говорил, и Алекс говорил. Выборы. Выборы в марте месяце в Израиле. Храмовая гора. И Ирана-Израильский конфликт. Это, конечно, вообще людей не научило. Страны, континенты не научило. История. Уже сколько хотели стереть Израиль с лица земли раньше. И не получилось. Иран на ошибках не научился. Я думаю, мы сделаем так, друзья. Сейчас, может быть, если у нас позволит время, помолимся. Я хочу поблагодарить вас всех, которые сегодня пришли в студию. Я хочу поблагодарить телезрителей за то, что вы были с нами. И также мы сейчас помолимся. Наверное, начнем. Брат Юрий, ты соверши молитву. Потом Александр, Роман. И я закончу, если у нас, конечно, будет время. Мы встанем и будем молиться за Израиль. Господь, Твое благословенное имя, Боже. Во имя Твое Святое мы приходим, Господь. И мы просим милости Твоей, Боже. Милости, Господи, по отношению к Израилю, Господь. И сегодня, Господи, Твои люди, они молятся, Господи, за Израиль. Пожалуйста, Господь, Боже мой. Господи, это Твои дети. Господи, это Твое благословение. Это дети Абрама. Это те, которые были с Тобой в Завете, Господь. И мы просим, Боже, пусть Твоя милость, Твоя защита и охрана, Твоё благословение, Твоя благодать, Твоё милосердие, Господь, пусть они работают там, Господь, во имя Иисуса Христа. Господи, мы просим, делай Твою работу, Господь, которую Ты наметил, Господь Иисус, мы просим милости Твоей, Боже, мы просим, Господь, пожалуйста, защити людей, Господь, избавь, Господи, от этих смертей, избавь, Господи, Боже, от этих лукавых людей, которые, Господи, ищут человеческой крови, Боже, пожалуйста, Господь, Боже мой, защити, покрой, Господь, пусть Твоя милость будет на Израиле. Мы просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господи, мы также приходим к Тебе, Господи, к трону Твоему, Господи, не своей праведностью, но, Господи, через кровь Твою просим Тебя, Господи, в этот трудный момент для Израиля поддержи, благослови Израиля, Господи, благослови Иерусалим, Господи. Дай, чтобы храмовая гора принадлежала Израилю, Господи, разруши этот камень, который сейчас, Господи, накрыт на этой храмовой горе, Господи, уничтожи ту охрану, которая охраняет храмовую гору, Господи, также просим за выборы, которые будут там, Господи, дай, чтобы пришли люди, которые боятся Тебя, дай, чтобы они были наполнены Духом Твоим, Господи, дай, чтобы они делали Твою работу, Господи. Благослови также, Господи, Израиль, Господи, также вмешайся в этот конфликт, Господи, между Израилем и Ираном, Господи, расстрой все планы Ирана по относительности окружения Израиля ракетами, Господи, пусть его план будет разрушен, Господи, в небесах, Господи, там, где мы приходим, Господи, во имя Твое, Господи, разрушаем этот план и благословляем народ Твой, благословляем Израиль, желаем мира Иерусалиму, благословляем народ Твой, во имя Твое, во имя крови Твоей. Аминь. Господь, я также признаюсь молитвам, которые уже были ранее произнесены. Господь, я благодарен за то, что мы, обращаясь к Тебе, знаем, что Ты слышишь нас. И наши молитвы, подобно этим каплям, наполняют чашу. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь уже на наши молитвы, и мы видим, как это сбывается в наших глазах. Господь, и мы просим Тебя также о благословении Израиля. Просим Тебя о выборах, которые будут, чтобы Ты поставил такого руководителя, который был согласно Твоей воле. Просим о храмовой горе, чтобы принадлежала истинным владельцам ее, и просим, чтобы Ты вмешался в этот израильский и иранский конфликт. Господь, пусть Твоя победа будет там. Во имя Иисуса Христа мы призываем благословение на Израиль и принимаем это благословение во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за этих братьев, которые подвязаются за Твой народ, за Израиль, Господь. Они столько вкладывают времени и сил в это. Ты благослови их. Мы благословляем телезрителей, молитвенников, которые будут молиться за Израиль после сегодняшней передачи. И мы молимся за Израиль, Господь. Мы были там два месяца назад. Мы видели это своими глазами. Господь, мы благословляем Израиль. Мы благословляем Иерусалим. Мы благословляем эти вопросы, которые сегодня мы рассуждали. Господи, да будут эти выборы, Господь. Постав правильных людей для израильской пользы. Благослови также, Господи Божий, храмову гору эти вопросы, которые мы рассуждали. И также, Господь, эту страну Иран, эти правители, которые не понимают, что делают. Господи, мы молимся во имя Иисуса Христа, призываем Твое благословение. Пусть, Господи Божий, будет милость Твоя над этой страной. Это та земля, которую Ты избрал, и Ты никому ее не отдашь до скончания века. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok